Бетонный завод предложили перенести. Главный областной эколог Алексей Мигачёв призывает инвестора собраться с силами и принять решение о строительстве производства в менее скандальном месте. Напомним, скандал, возникший вокруг строительства производства в Юревце, не утихает с марта, когда депутаты горсовета проголосовали за смену класса опасности производства с пятого на первый, самый вредный. Решением народных избранников народ крайне недоволен, как и экологи, которых вообще не привлекали к проектированию. «Две ошибки, я считаю, было совершено. Во-первых, сама площадка выбрана крайне неудачно с точки зрения близости к жилью. И второе – это название. Но не надо называть так, что это привлекает сразу всеобщее внимание и людей, и СМИ, и так далее». Жители Собинского района успокаивают, завод по факту будет производить не битум с сопутствующими вредными выбросами, а стройматериалы на его основе. Потому и класс опасности будет максимум третий. Но даже при таком раскладе завод должен находиться от жилой зоны на расстоянии в 100-300 метров. На деле же производственный участок расположен всего в 20, а местами – в 8 метрах от домов. Обычно такие серьёзные проекты прорабатывают, в том числе с привлечением экологов. Но бывает и иначе, как в случае с битумным заводом, когда властям принесли уже готовый проект. Алексей Мигачёв говорит, что ещё не поздно поменять прописку завода и даже приложил несколько вариантов. «У нас большое количество площадок и по Владимирской области, и по городу Владимиру. У нас там точмаш, автоприбор, производство. Мы думаем, чем их загрузить. Значит, ямы есть, промзона так называемая. Есть куда подобное производство разместить. Это будет вечный конфликт. Поэтому пока сейчас ещё не вложили туда огромных денег, я считаю, лучше бы заняться поиском нормальной площадки». Алексей Мигачёв также отметил, что во Владимирской области всегда рады инвесторам и что он против того, чтобы эту ситуацию использовали как арену для политических столкновений. Что касается депутатов Горсовета, те окончательного решения по строительству завода ещё не приняли. Ждут от застройщика недостающих документов. Евгения Палагина, Карина Романова, Губерния, 33.